всем привет вы на канале chaplin коллектор и сегодня мы с вами будем распаковывать и рассматривать новинку этого сезона от мотел бренд кукол киев клап то есть пещерный клуб этот бренд если мне не изменяет память был анонсирован на выставке toy fair феврале этого года и теперь мы с вами можем уже их найти продажи ура ура я безумно рада я очень ждала выхода этого бренда мне он очень понравился и сегодня мы с вами будем открывать и распаковывать одну куклу ее зовут эмберли я планирую собрать всю коллекцию они мне очень понравились по крайней мере первые пять персонажей не знаю насколько разрастется этот бренд надеюсь он будет жить и будет разнообразным помимо кукол на ютубе уже можно найти одноименный мультик там же есть около пяти шести серий мультик не дурацкий классный и частично он нарисованный а частично он сделан в виде стоп-моушена там немножко анимированные куклы но все равно выглядит это скорее не как анимация а именно как будто играют куклами куклу которую мы с вами сейчас будем распаковывать зовут эмберли и как сказано в мультике что она изобрела изобретательство то есть она очень инициативная изобретательная и вообще этот мультик про дружбу как принципе монстр хай был поскольку это древние пещерные люди то они первый раз открывают разные чувства события например как они могут делать что-то вместе как они могут помогать друг другу пародировать друг друга извиняться просить прощения и все остальное к чему мы привыкли показывают как это было в первый раз у этих людей и как они знакомились с этими чувствами давайте рассмотрим коробочку она на самом деле очень простенькая блистерная и ее абсолютно не жалко рвать и вытаскивать из нее куклу но зато можно ее рассмотреть хорошо и по крайней мере я не вижу пока никаких косяков она по моему просто идеально спереди мы видим логотип бренда по моему он сделан очень прикольно и само название выложено как будто из камней здесь есть огонь и здесь разные растения сам логотип тоже сделан виде какого-то цветка есть логотип фирмы-производителя это motel возрастное ограничение 4 плюс к слову барби 3 плюс а у монстр хай по моему будут 6 плюс вверху коробки есть имя персонажа и заметьте как интересно стилизована плашка на которой они написаны под шкуру древнего животного и также здесь есть элементы огня каждой кукле прилагается ее питомец как это было с базовыми персонажами монстр хай и имя этого питомца также написано на коробке в данном случае это маленький динозаврик и зовут его флеер обратная сторона коробки тоже очень красиво есть арт персонажа есть древний пейзаж с динозаврами очень красиво сделаны имя куклы и также на обратной стороне есть небольшое описание кукол и их концепции на разных языках коробка у меня не русифицированная и к сожалению нет описание самого персонажа куклы выпущены в китае 2019 году сам блистер передней части коробки имеет интересную форму как будто на нем есть сколы как на настоящих горах и теперь я думаю что пора открывать куклу и ее подробно разглядывать так как же здесь у нас открыть куклу я думаю что снизу и просто надо до оторвать задник задней коробке тоже очень интересный он с градиентом фиолетовый розовый оранжевый и желтый также есть следы отпечатки рук и разные рисунки круги цветочки и динозавры чтобы вытащить куклу надо вытащить 2 блистер кукла прибита к блистеру поэтому сейчас я ее отрежу и будем все подробно разглядывать куклу и ее аксессуары давайте начнем с аксессуаров и первое что я хочу вам показать это расческа она очень интересная сделана в форме косточки и я так понимаю что тут примотана чьи-то ребра здесь видите есть и лимитация веревки и с обратной стороны она полая то есть косточка полая расчесывает она достаточно хорошо и мне очень нравится что расческа стилизована под кукол она необычная расчесывать ей надо примерно вот так как гребнем то есть как это примерно делали древние люди 2 аксессуар который прилагается кукле тоже достаточно логичный для пещерных людей это факел факел можно дать в руку кукле здесь есть тоже имитация веревки и он сделан как будто бы из камня то есть он светло-фиолетовый и есть черные точечки как вкрапления факел открывается то есть это у нас колпачок кстати можно его наверное даже использовать как чашку у древних людей и сам факел пламя у факела сделано из полупрозрачного пластика и жалко что он не светится в темноте я только что проверяла совсем не светится было бы здорово и очень интересно факел закрывается очень легко он такой массивный пластик хороший из которого он сделан и вот как он выглядит в руке у куклы то есть он хорошо держится поскольку у куклы видите пальчики растопырены и он не сваливается ну если только его сильно потянуть пальчики у нее кстати достаточно мягкие резиновые поэтому легко надевать легко снимать и последнее что мы с вами рассмотрим перед тем как будем рассматривать куклу это ее питомец флеер это динозаврик у него поворачивается голова больше никаких шарниров у него нет выглядит он классно он розового цвета хорошо пропечатаны и красивые глазки не растровая то есть не пиксельная печать у него из другого цвета пластика оранжевого цвета сделан хохолок и хотела сказать что прорисованы зубки а потом посмотрела что клык у него всего один не знаю так задумано или это брак с внешней стороны коробки видно только этот клык а этот у нас отвернут возможно он еще совсем малыш поэтому второй клык у него еще не прорезался на ножках у него молдированы вот такие вот завитушки и также полосочки которые имитируют полоски как на настоящем хвосте у динозавра такие же полосочки есть на брюшке лапки у него сложена вперед то есть это скорее всего тиранозавр маленький вы давайте еще раз посмотрим на его макияж видите у нее такие пушистые реснички зеленые бровки радужка глаз у него голубая такая же завитушка есть глазу как на ножках и с одной стороны у него нарисована желтая молния а с другой стороны нет кстати для любителей животных у кейк club также есть сюрпризные яйца с питомцами надеюсь они в скором времени появятся в россии и мы будем их распаковывать также в коробке была вот такая вот пластиковая деталь напоминающая что-то в виде каких-то древних растений или камушков я не знаю чего она нужна возможно просто для красоты в коробке она из тонкого пластика такого же пластика как и блистер в коробке но возможно можно его оставить и не знаю использовать для фотографий но я думаю что никакой его функционал он не несет ну и теперь давайте рассматривать саму куклу начнем с личика мог лица у этой куклы очень интересный он пухлощеки и смотрите какие у нее большие ушки здоровская девчонка у нее губки немножко сухмылкой но правда мне кажется это больше не молд а именно так они нарисованы очень необычная рисовка глаз смотрите у нее верхние ресницы черные нижние ресницы коричневые и уголок глаза прокрашен розовым как у настоящего человека также радужка глаза у нее двухцветная и видите есть еще белые полосочки помимо бликов брови у нее коричневые и прорисованы черные волосинки носик у нее достаточно большой и широкий также у нее есть конопушки и есть рисунок огня я так понимаю на щечке волосы у нее не очень мягкие наверное такие же как у монстр хай электрофайтед но у меня правда нет ни одной куклы из этой серии а поскольку это моттел гофре я так подозреваю что волосы у нее будут точно такими же у нее еще интересная стрижка видите у нее челка прошивках у нее многоцветная то есть у нее сверху прошиты темно-розовые волосы внизу прошиты ярко-оранжевые волосы или ярко-розовые более неоновый цвет а челка и виски прошиты еще с дополнительными желтыми прядками то есть всего у нее три цвета в прошивке челка у нее гладкая без эффекта гофре а также по бокам видите у нее есть более длинные прядки смотрится по моему здорово и самое классное что они не залачены ни челка не прядки часть волос у нее собрано в хвост который торчит вверх он тоже гофрированный а также есть пластиковое украшение в виде повязки с косточкой я его снимать не буду она крепится за счет пластиковых держателей и если я его сниму то она будет сваливаться повязка прикольная я так понимаю что тут есть пятнышки молдированные под анимированный принт например леопарда но они не прокрашены но зато прокрашена белая косточка сзади волосы у нее прошита на пробор не знаю что будет если распустить эту прическу возможно будет челка с пробором а эти волосы просто опустятся назад и давайте посмотрим прошивку прошивка очень хорошая смотрите какие частые ряды мне нравится голова прокрашена в цвет волос то есть розового цвета просто идеальная прошивка на мой взгляд но было бы здорово если качество волос было как у старых монстр хайк давайте теперь разглядывать одежду и аксессуары этих кукол на шее у нее есть украшение в виде косточки то есть это типа чокер она снимается сделана из белого пластика молдирована в виде косточки а также посерединке есть имитация веревки крепится она с помощью вот такого вот держателя очень простенькая кофточка из синтетического материала синего цвета он не осыпается поэтому снизу он даже не обработан а есть имитация того что он рваный сама маечка у нас синего цвета с пятнышками видимо такие же пятнышки у нас должны быть на повязке но их не прокрасили обработана у нас проймы рукавов и сзади пришита ленточка чтобы ее легко было завязать на шее и на спине есть липучка вот так выглядит эта маечка снятом видео очень простенькая и тоже можете себе таких нашить если найдете подходящий материал то пройму рукавов не придется обрабатывать продолжаем раздевать куклу и следующий аксессуар это у нас пояс или ремень на котором крепится молоток древний молоток очень актуально тоже для древних людей он зеленого цвета и закреплен резинкой поездил из резины и здесь есть застежка он розового цвета по моему очень прикольно сделан тут есть даже какие-то молдированные треугольнички то есть тоже какой-то анимированный принт и здесь тоже есть имитация того что он рваный я открепила резиночку от молотка то есть теперь мы его можем вытащить и самое приятное что тут есть ручка и мы можем дать этот молоток кукле в руку и ручка молотка книзу утолщается за счет чего он не будет выскакивать кстати на ручке есть имитация того что это дерево также камень к ручке привязан с помощью веревок и он двухсторонний с обратной стороны не полый ну и вот так вот выглядит пояс без молотка и единственное что осталось на кукле из одежды это юбка она двухслойная сделана из двух материалов то есть первый материал точно такой же как у топика с пятнышками черными а второй материал нас желтые с розовыми полосками видимо это два вида шкуры у нее так скомбинированы и также снизу он не обработан обрезан по косой и есть имитация того что она рваная сверху есть шов который соединяет обе юбки и также есть липучка юбка очень легко стягивается и давайте посмотрим как она стянется с этих больших ног юбку сняли и пока я снимала заметила что здесь есть ленточка шелковая пришита чтобы юбка не задиралась и еще на кукле остался пластиковый аксессуар я так понимаю что это имитация шерстяных геттер они мохнатые волосатые но их сделали пластиковыми принципе у кукол я это одобряю это долговечнее и прикольнее смотрится они снимаются очень легко сделаны они из резины и тут также есть имитация косточки с обратной стороны есть разрез для удобства снятия пришло время изучить тело куклы и ее подвижность я очень рада что этих кукол сделали полностью шарнирными и единственного шарнира которого здесь нет помимо грудного который здесь я думаю не нужен и шарниров расширенной артикуляции здесь нет шарнира в стопах но собственно у монстр хай тоже нет шарнира в стопах это нормально и давайте смотреть на подвижность голова у нее в бок практически не поворачивается то есть она вокруг своей оси только крутится нету шарика здесь хотя может быть немножко и можно ее нагнуть есть плечевой шарнир он хорошо работает во все стороны есть локтевой шарнир который сгибается на 90 градусов и даже немножко в обратную сторону и также есть шарнир в кистях тоже хорошо работает кисти у этих кукол вынимаются чтобы удобнее было надевать одежду локтевой шарнир вытащить у меня не получилось я думаю что он не вынимается детализация тела у этой куклы очень хорошая молдированы ключицы грудь и есть пупочек также молдированы трусики но без рисунка вот так вот выглядят трусики на попке их практически не видно но и правда какие у пещерных людей были трусы наверно тоже из шкуры шарниры в бедрах давайте посмотрим на их подвижность кукла может развести ноги но не сильно то есть на шпагат она не может сесть в стороны кукла разводит вот так вот ноги может сесть она только на продольный шпагат так вот ну и шарниры в коленях тоже хорошо работают мне нравится и смотрите какие у нее массивные ноги за счет этих ног кстати она может стоять без подставки но не очень устойчиво то есть надо поймать угол чтобы ее поставить так вот она стоит у этих кукол нет отверстий в ушах для сережек потому что в древности сережками не пользовались а также нет отверстий для колечек так вот выглядит ее кисти по моему очень хорошенькие чем-то напоминают кисти ever after high особенно вот эти вот два соединенных пальчика когда я увидела промо фотографии этих кукол я подумал что они будут размером с hair door balls когда я увидела этих кукол вживую я приятно удивилась потому что они оказались намного больше примерно в два раза больше чем hair door balls несмотря на то что цена у них примерно такая же а еще эта девчонка мне очень напоминает хаулин из монстр хай как вы считаете мне кажется они чем-то похожи но хаулин как видите примерно на голову выше ну что вот мы и рассмотрели с вами мою первую пещерную девочку я и очень довольна она мне понравилось никаких недостатков я в ней не нашла очень ровная печать очень хорошая прошивка но единственно что качество волос конечно не идеальное но сейчас у мотел я так понимаю все волосы такие еще наверное один недостаток этих кукол в том что сильно пышных и роскошных нарядов от них ждать не стоит потому что это пещерные люди и тогда никаких роскошных платьев интересных кофт пиджаков жилеток и так далее не было но никто вам не мешает нарядить их в одежду от других кукол частично я думаю что одежда подойдет от монстр хай и также нашите им одежду самим напишите в комментариях ваше мнение об этих куклах будете ли вы таких себе покупать моей дочке она кстати очень понравилась также понравилась ли вам идея с отдельными питомцами в сюрпризах я думаю что они будут немножко отличаться от тех питомцев которые идут в комплекте по крайней мере там вставляются им каниколоновые волосы а также я хочу чтобы скорее в продаже появился набор с большим динозавром мне кажется он будет очень классным ну и вообще мне все девочки и один мальчик там кстати есть все куклы очень нравятся из этой серии на этом я думаю будем заканчивать пишите в комментариях ваше мнение подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропускать будем я думаю остальных тоже в скором времени открывать когда у меня получится их добыть делитесь этим видео с друзьями поддержите меня лайком ссылки на все мои социальные сети как обычно в описании и до новых встреч всем пока